Выполним необходимые настройки в Google рекламе. Создадим новую компанию и в нужных местах укажем UTM-метки, адрес и телефон. Для примера я создам компанию в поисковой сети. Для компаний других типов настройки выполняются аналогично. На данном этапе не обязательно указывать UTM-метку, UTM-метки мы настроим чуть позже. Сделаем базовые настройки компании. Мы указали название. Можно выключить показ рекламы на сайтах партнеров. Укажем местоположение. Языки русский и английский. Аудитории пока нам не нужны, не будем ничего сюда добавлять. Средняя сумма расходов в день, допустим 100 рублей. Наша основная цель – трафик веб-сайта. Укажем расписание показа объявлений. Допустим, с 10 утра до 10 вечера. Дополнительные ссылки – это первое место, где нужно указывать UTM-метку. Добавим дополнительную ссылку и укажем UTM-метку, которую мы задали в настройках сквозной аналитики. Дополнительные ссылки. Дополнительные ссылки. Дополнительные ссылки. Дополнительные ссылки. Мы закончили с основными настройками кампании. Далее мы создадим группу объявлений, объявления в группе, и в каждом месте укажем UTM-метку. Создадим группу объявлений в Google и объявления в группе. Итак, в поле «Конечный URL» надо указать ссылку на сайт обязательно с UTM-меткой. Посмотреть UTM-метку, которую мы задали для Google Ads, можно в настройках сквозной аналитики. Дополнительные ссылки. Обратите внимание, ранее настроенные на этапе кампании контактная информация и номера телефонов указываются автоматически в группе объявлений. Итак, мы сохранили объявление, указали UTM-метку. Важно! При настройке адреса целевой страницы надо определиться, каким образом вы будете задавать параметры URL, то есть UTM-метки. В Google есть опция настройки параметров URL-объявления. Вы можете задать UTM-метки один раз на уровне кампании, группы объявлений или конкретного объявления в качестве суффикса URL. После этого явно указывать UTM-метки в объявлениях не понадобится. Покажу, как это делается на практике на уровне кампании. Переходим в настройки кампании. Открываем параметры URL-компании и в поле «Шаблон отслеживания» указываем следующую конструкцию. Здесь параметр LPURL. Это наша с вами целевая страничка. А как раз после нее стоит наша UTM-метка. Сохраняем. Аналогично, можно задать параметр URL на уровне группы объявлений или конкретного объявления. Не важно, как именно вы зададите UTM-метку. Важно, чтобы она содержала правильный параметр, указанный при настройке сквозной аналитики. На этом настройки сквозной аналитики для Google рекламы закончились. Перейдем по каждой ссылке в объявлении и проверим, что метки применяются. На обзорном экране в Google рекламе есть виджет «Объявление». Оно показывает объявление, как оно будет выглядеть на страничке с поиском. Нажмем на заголовок. Видим, что номер телефона и e-mail изменились. Сквозная аналитика определит источник обращения. Продолжение следует...